Сегодня этой встречей я бы хотел подвести вас к очень важному пониманию простой-простой истины, о которой много раз говорилось, намекалось, о которой частично, немногословно, порою упоминалось в Писании для вас уже ныне изданного. И на которую очень трудно, оказывается, обратить было внимание. Но это не страшно. Пришло время, когда нужно дать ударение данному явлению, ибо сейчас от него зависит ваш дальнейший шаг, ваше благоденствие будущих лет, веков и вообще вечности. И я надеюсь, вы сумеете достойно понять ту простую истину, о которой я начну вам ведать. Ибо эта истина, хотя и очень проста, но она безмерно велика имеет именно до настоящего мгновения в вашей жизни безмерную ценность. Так как только лишь на непонимание этой простой-простой истины складываются все, как правило, без исключения ваши проблемы. А если так, то если вы сумеете понять эту простую-простую истину, все проблемы у вас исчезнут. Все. И вот анализируя ваши вопросы, которые вы часто задаете, приходите с различными пожеланиями разобраться в той или иной трудности, которая одолевает вашу жизнь, все, поверьте, как правило, ваши вопросы о трудностях, о вашей жизни, они сводятся к одной этой простой-простой истине. Вот, я думаю, пришло время сейчас именно как раз помочь вам ее понять шире. И, конечно, эта простая истина, так как она применима ко всем проблемам жизни человека, то, конечно же, она имеет оттенков бесконечное множество. Ведь жизнь ваша неповторима между собой. И если у вас миллиарды на этой земле, то эту истину, применив ко всем вам, она обличется в миллиарды разных оттенков, которые между вами не повторяются. То есть ее освещать можно бесконечно, пока вы живете. И, конечно же, описывать эти все варианты этой истины на практике невозможно. Поэтому надо постараться понять ее суть. На каких-то отдельных примерах, пусть немногочисленных, но я буду помогать вам сейчас, в эти времена, в дальнейшие дни вашей жизни, помогать понять эту простую истину. И если вы поймете ее суть, то вам легко можно будет ее применить в практике, в своей жизни. То есть ее нет смысла заучивать, как некий предмет школьный. Вы так применить не сможете ее в жизни. Ведь жизненные ситуации вас ждут, не спрашивая, что вы хотите. Ждете вы эту виновенную ситуацию или не ждете. Ситуация складывается неожиданно. Раз, и она уже поставила определенную шишку на поверхность вашего чла. Возникает маленькая такая трудность, слеза навернулась на глаза, и вы начинаете суетиться. Что-то я неправильно сделал, наверное. А тут можно только улыбнуться, потому что действительно это веселая ситуация, возникает только от непонимания простой-простой истины. Ну, мы сейчас потихоньку к ней подойдем. И, конечно же, понимая ее в дальнейшем, я просто знаю, вы поймете, что вы можете любить мир. Вы поймете, что вы можете любить всех. Потому что эта сила у вас внутри есть. Она бесконечна у вас. Ну, вот посмотрите, есть простые примеры вашей жизни, когда, ну, к примеру, кто-то из вас влюбился в кого-то. Что с ним происходит? Да он стоит, ему хочется мир обнять, он всех любит, он не знает, как выразить свою любовь, но он настолько переполнен, он улыбается, он поет песню. Ну, потом, конечно же, наступает в определенные трудности, минуты, и он уже никого не любит, он уже думает, что он вообще не способен ничего делать. Но сам факт возникновения ситуации, когда он ощутил способность любить всех, говорит о том, что это есть в нем способность. Он не мог ощутить того, чего внутри нет. Значит, повлияли какие-то внешние факторы на то, чтобы притупить это ощущение и как-то смазать его ненормальными умственными умозаключениями. Это часто и делается. Так вот, смотрите, любить вы можете всех, но кое-что нужно сейчас пересмотреть в своем отношении к окружающему миру, к окружающей реальности. И вот если раньше я об этом упоминал в некоторых строках, незначительно, еще годы назад уже были первые упоминания об этой истине, но, конечно же, обратить на ее, оказывается, не получилось большинству великому. И вот смотрите, от решения именно этой проблемы сейчас зависит вообще благосостояние человека на Земле. И сумев ее правильно понять, решить в себе, вы сумеете достойно идти дальше. Все те, кто не сумеет ее правильно решить, их ждет сильнейшие психологические трудности, которых решить им будет очень сложно, их ждут большие стрессы, их ждет естественное возникновение в их организме великого множества различных заболеваний, насморков и прочее, что постепенно сложит человека наземь. И он подняться уже будет не в состоянии. Видите, как трудно развиваются события вокруг. Вы сдвигаете часто брови, как сложен мир этот, как же нам вести себя, мы такие тем более чувствительные становимся, видим проблемы этого мира, хочется горевать, постоянно сострадать и прочее. Но вы перестаете вообще улыбаться. А раз улыбки нет на вашем лице, это значит, что нет улыбки в вашем сердце, тогда вы плохой помощник, тогда вы тот, кому нужно помогать. Но в таком состоянии будет сложно нуждающемуся найти опору. Ибо, встретившись с таким верующим, он сам подумает, что, ну, наверное, этому брату хуже, чем мне, надо будет ему как-то помочь, хотя у него там все вообще рухнуло дома. Но увидев лицо ваше, он скажет, да, трудно ему, он вообще все потерял в жизни. А вы, оказывается, истину имеете в сердце. Ничего себе! Так вот, смотрите, что же такое все-таки ваша боль, которая часто возникает внутри. И вот стремление показать вам эту простоту, таинство, вот именно в этом году и появилась такова воля Бога. Сделать ударение на этом таинстве, с которым я помогу вам сейчас разобраться обязательно. И тогда улыбки, но не озарят ваши лица. Вы будете действительно улыбаться, вы действительно очень скоро почувствуете себя бесконечно счастливыми. И, в общем-то, все проблемы таким образом они будут решаться. Остается постигать мастерство и дарить друг другу свои творения. И вот именно эти поездки, которые сейчас складываются в этом году, они связаны только с этой темой. И вот уезжая перед тем, как сейчас к вам обращаться, Петербург и прочие земли Запада, шло такое бурное встрече, где тема касалась только одна, та, о которой я и сейчас с вами буду говорить и дальше в течение этого года. Но так как я, конечно же, многого затронуть не смогу заодно изучать встречу, я расскажу только о самом главном, самом характерном. Остальные детали, которые вытекают из этой истины, с течением времени я все равно буду касаться их, пояснять их, и то, что будет записываться на пленках в различных встречах, либо это будет в гулявке, как правило, после одиночных встреч бывает там несколько минут какого-то слова вырвется с уст, как-то не удержать, и получается, вы успеваете записать очередную истину для себя. Ну, а там остается вам только лишь друг другу показать, поделиться, послушать вместе, и вы начнете собирать очень важные оттенки. Ну, это даже одно, потому что это все равно будет записываться, и ваш собрат, который занимается подобным таинством, он, конечно же, не потеряет этой возможности обязательно запечатлеть все мои прикосновения к данному таинству с разных сторон. Это все равно войдет в Писание, и вы будете время от времени подробно прикасаться к этим особенностям. Ну, вот, как я и сказал, эта тема, хотя и очень проста, ее постигать придется, ну, годы. Кому-то больше лет, кому-то меньше. Применить сразу, хотя и вроде бы просто, мне оказывается не так-то просто. Здесь все будет зависеть от вашего желания, от вашего стремления, от приложения ваших сил. Но если вы приложите к этому все свои силы, то вы справитесь, конечно, очень быстро все поймете, внутри у вас построится все достойно. И помните всегда, все проблемы в вашей жизни, они связаны только с одним таинством, с неверным восприятием происходящих явлений, реальности, которая вас окружает. Вы просто неправильно видите, неправильно к ней относитесь, даете ложную ей оценку, значит, от этой ложной оценки идет ваша неправильная реакция на данное явление. А вы видите, что порой на одно и то же явление люди реагируют совершенно противоположным образом, хотя происходит один и тот же закон, а реакция противоположная. И вот, как мне часто, сейчас я привожу простой пример, за которым, конечно, мы еще много прикоснемся к этой теме, потому что она нуждается в очень широком ее развертывании. Это тема, к примеру, смерти человеческой плоти. То вы видите в одном конце земли. Люди горько плачут, умер собрат, ну как же так, это ж так тяжело, плохо, мы так дорожили, мы его так любили, он умер, и все рыдают, плачут, горе у них неимоверное. На другом конце земли немножко проехали на самолете, люди торжествуют, вот умер брат, как хорошо у него сейчас, он же сейчас идет в верхний мир, мир прекрасный, он оторвался от этих забот, трудностей, им просто радостно за него, ну как, повезло ему, а им еще предстоит много трудностей претерпевать на земле. И посмотрите, реакция совершенно противоположная, ведь там не улыбаются, натянув улыбку, так, потому что это традиция, надо улыбнуться, нет, он действительно радуется, он торжествует сердцем, ну умер, как хорошо, ну смотрите, как прекрасно, сейчас мы отпразднуем это удивительное таинство в его жизни, наконец-то он поднялся до этого вершины, но с другой стороны, на другом конце земли убиваются все горем и не знают, как утешить себя, идет поразительное падение человека, то есть он так грустно, ему становится тяжело, он порой вся жизнь у него начинает отдавать с горчинкой, до конца его дней, и что же происходит, ведь закон произошел один и тот же, и там умер, и там умер, но почему один и тот же закон дал противоположное восприятие, а это связано с вашей идеологией, с которой вы воспитываетесь, почему в одном месте кушают лягушек, а в другом нет, но опять же один и тот же процесс, но все зависит от того, как вы воспитываетесь, на какой идеологии идет ваше формирование, хотя и там кушают лягушек, у него прекрасно, витамины прибавляется в организме, и вы не кушаете, и у вас тоже вроде бы ничего от этого не убавляется, а нормально идет процесс сформирования вашего организма. Так вот, если на один тоже явление, на один закон есть два противоположных вывода, то это говорит только об одном, либо кто-то один из них прав, либо не прав никто. Два правых не может быть, то есть два противоположных вывода об одной истине нельзя сделать, это противоречие. Просто одним логическим пониманием можно здесь уже дать кое-какую основу, на которой можно формировать дальнейшее свое рассуждение. Тем более, что все процессы в обществе, но это видимо мы немножко позже вам касаться, так вот, все процессы в обществе и вся философская система человечества, она опирается только на один фундамент, отношение к смерти. Из него вытекают все остальные рассуждения, то есть начинается все от того, как человек относится к смерти. Вот оттуда начинает формироваться и экономика, и политика, и всевозможные ответвления различных мыслей философских поисков человека, но все сводится к одному. И значит, чем правильнее человек будет относиться к смерти, его плоти и что это такое вообще закон такого явления, тем вернее он может построить дальнейшее уже свое существование. Какие-то правила поведения, какие-то этические нормы и прочее, прочее, прочее. Значит, нужна поправка в этой первой основе, только от которой может правильно треднейшее рассуждение сложиться. Но, как я сказал, это немножко позже, чтобы сейчас сразу не загружать у вас огромной огромной широтой. Так вот, то, с чего мы сейчас начнем еще раз, вновь и вновь, это та простая истина, откуда же все-таки начинается человеческая боль. Что такое неудобство внутри? почему возникает ущемление чего-то внутри? Откуда наберется эта боль? Почему становится тяжело? Почему естественно впоследствии после этого тяжело возникает усталость? А если усталость длится долго, то она приводит обязательно к стрессу, срыву какому-то? так откуда начинает забираться эта боль? Посмотрите, эту боль можно убрать только одним изменением вашего отношения к данному явлению. То есть только лишь поменяв свое отношение к явлению, вызвавшему в вас боль, боль у вас исчезнет. Только лишь благодаря одному этому. Так вот, давайте прямо сейчас скажем, что такое боль? Боль это реакция на то, что реальные события разошлись с вашими пожеланиями. Простое объяснение. Только тогда вы чувствуете неудобство внутри. Так вот, в этом случае даем следующее очень простое объяснение. Значит, вы любите свое желание, не сопоставляя это с волей Бога, не пытаясь понять существование воли Бога, а в данном случае ваше желание ставится выше воли Бога. Все. Вот на этом построены все проблемы человека. Поверьте, истину никогда не интересует ваше желание. Это я вам сейчас могу прямо сказать. Когда вы говорите, я хочу, я вам сейчас скажу, меня совершенно не интересует, что вы хотите. Совершенно, потому что я знаю, что вам нужно. зачем мне слушать, что вы хотите. Чем больше вы поймете данную вам истину, тем легче вам будет. Но желание не интересует. Поэтому тем более воля отца, она не спрашивает ваше желание. Она складывает для вас жизнь такой, какая должна быть у вас. но отец не желает вам зла. Он не желает, чтобы вы упали. Он не желает вас запутать. Он не хочет вести вас куда-то в тупик. Значит, вся судьба, которая, как правило, уже для вас определенным образом выкладывается, как вы сейчас часто выражаете такое слово, поверьте, она складывается исключительно для вашего спасения, во благо ваше. какими бы трудностями ни было наполнено ваша жизнь, ваш жизненный путь. Так вот, почему я и выражал вам, что воля Бога это ваша реальность, это реальность бытия вокруг. Я здесь не усложняю это понятие, потому что это понятие имеет свои определенные уточнения, глубины, потому что есть законы природы определенным образом складываются, которые как бы не относятся к воле Бога. Но чтобы сейчас не усложнять ваше восприятие, потому что эти и другие законы они одинаково призваны почитаться, потому что это гармония, а гармония это самое правильное, самое правильное. И любое внесение туда какого-то возмущения, с какой бы благородной целью это возмущение не вносилось, оно выпадает из гармонии, от того, что может разрушать эту гармонию, удар. И независимо, хорошие у вас были побуждения, плохие, насколько вы попытаетесь исказить эту гармонию, настолько вас попытаются остановить, чтобы уберечь вас от гибели. Значит, вы начнете претерпевать какие-то определенные сложности, трудности, удары, благодаря которым вам будут напоминать необходимость переосмыслить свое отношение к данной реальности. Так вот, ваши все желания, они исходят из ваших индивидуальных возможностей, вашего внутреннего уровня мира, которым прекрасным он складывается в вашем воображении, мечтами, трудами, но это же не мир истины, это ваш индивидуальный мир, он по-своему прекрасен, мне повтори, он всегда будет меняться. Так вот, ваши пожелания истекают исключительно из ваших оттенков вашего внутреннего мира. И если это желание совпадает с волей Бога, вы обязательно сделаете то, что вы желаете. Но так как ваш внутренний мир выстроен пока еще неверно, там очень много ложных состояний, то, как правило, все пожелания ваши не совпадают с волей Бога, а значит, они не должны быть исполнены. Не должны быть, и будут приложены все усилия, чтобы это не исполнилось. Поэтому, когда вы стараетесь достигать чего-то во что бы то ни стало, вы, как правило, достигаете огромных сложностей и прочее, прочее, прочее. То есть, не умея правильно восприять реальность, у вас возникает масса проблем, потому что вы, сделав шаг, сразу переносите туда весь вес своего тела. И, как правило, здесь вас легче уронить. Так вот, научившись правильно воспринять реальность, поможет вам очень просто, легко, с благодарностью воспринять реальные явления жизни. Помните, с благодарностью, какими бы они сложными ни были, они у каждого из вас возникают для того, чтобы вас спасти. и поверьте, когда вы часто порой спрашиваете соблазн это или испытание, то я говорю вам вновь и вновь, абсолютно никакой разницы нету, какую ступеньку вам дают. В черный цвет она окрашена, в белый или вообще покрыта горошеками, ромашками. Какая разница? Это ступень. А если ступень, значит, преодолев ее, вы можете стать выше. Стоит ли вам суетиться, откуда эта ступень дается? Возьмите и преодолейте. То есть для верующего человека ничего не может быть вредным, если он правильно ко всему относится и старается преодолевать все то, что возникает на его пути. Преодолевать согласно истинам, которые для него определены Богом. Поэтому кто бы это ни был, да хоть дьявол зайдет в ваш дом, да и пускай приходит, да перешагните вы его и станете выше. То есть это не смысл куда-то метнуться, как же так пришло зло, ну что же мне делать, наверное, это все, это плохо, да шагните с улыбкой и перешагнете. Переступайте ступени, наступайте смелее на них, не бойтесь их, всегда идите вперед смело, для вас главное это ступить на эту ступень, подняться выше. Поэтому любые удары тьмы, они, конечно, предполагают, что вы упадете, но это вовсе не закон, что вы должны упасть. Нет. Поэтому удары, нанося вас по слабым местам, они помогают вам увидеть то, что у вас внутри просто не в порядке. И значит, любые болевые ощущения, которые у вас внутри возникают, это прямой показатель того, где у вас как раз начинается болезнь. Присмотритесь, что именно вызвало у вас болевое ощущение. Что именно? И вот как только вы, меняя свое отношение к данному явлению, подойдете к правильному отношению, боль и щель, значит, выстраивая таким образом свое отношение к окружающей реальности, правильно, у вас исчезнут болевые ощущения. То есть неудобств внутри не будет. Их потому что нет на самом деле, они созданы головой. И вот получается, как правило, вы боретесь с иллюзией, которая рождает только ваша голова. На самом деле этих монстров нет. Но вы смотрите друг на друга, вы сразу даете им оценку, а оценка ваша ближних это попытка их сравнить с собой. Это тоже простая истина. А почему вы думаете, что вы очень хорошие и надо сравнить кого-то с собой для того, чтобы его как-то урезонить, как-то наставить, потому что вы в свою очередь такой же маленький и ничтожный по отношению к другому собрату. У него точно также к вам возникает такое же суждение. Так вот, при этой оценке ближних и при этой оценке происходящих событий вы рождаете образ, оценку. И, как правило, формируясь на земле в таких величайших множествах интриг, всевозможных козней, формирование вашей психики происходит стекало на основе страха, бесконечного страха, а это порождает подозрительность. Поэтому все необычные явления, все непонятные события данного времени, в любой момент они, как правило, вызывают первую реакцию, подозрение. А вдруг из себя дается какой-то отрицательный оттенок. Какие-то сероватые оттенки начинают к этому примешиваться, потому что все сознание, как правило, состоит из одних серых образов. Ну, конечно же, сейчас увидит сразу свет, она сразу раз так и очерняется какими-то серыми оттенками, рождается какой-то образ зверя, вы начинаете против него бороться, махать руками, палками, а вот как вы его разгоните, ну, это же туманный образ, но вы машете хоть вечно, вот как он был, таким и остается. Его нельзя победить таким оборужием, его просто не надо создавать, он расставит сразу же. А так как голова создает такие образы, то, как правило, все силы свои вы тратите на попытку убрать этот образ, победить его как-то, изменить. И тогда, потратив все свои силы большие, на тот момент, когда возникают настоящие преграды, вас сил не хватает. И вы говорите, да я уже не могу, я устал, но что такое, как мне быть, может быть, я что-то неправильно делаю, что-то неправильно понимаю, и вот начинается вот эта суета, потому что действительно к моменту встречи с преградой сил у вас осталось мало. Но вы же потратили на ничто эту силу. Вы долго махали против тумана палкой, думали, как победить этого зверя, как мы его можем удалить от себя, а его просто не надо было создавать. И тогда не потребуется огромная силы на то, чтобы бороться с собственной иллюзией. Да нет, все ваши силы, потому что они у вас в достатке настолько, чтобы преодолеть преграды, стоящие на вашем пути. Сложите такое логическое понимание. Ведь если Богом вам дается талинная жизнь, то не будет смысла спрашивать, есть ли у меня силы, а хватит ли у меня сил. Да у вас жизненный путь рассчитан на ваши жизненные силы. Значит, если они правильно применяются, и вы даете все свои силы, да весь ваш жизненный путь он вам по силам, вы его призваны преодолеть. Он не может быть вам не по силам. Но если преграды возникают в таком виде, когда вы делаете вывод о непосильности своей, преодолеть эту преграду, то значит, куда-то вы силы растратили на ничто, куда-то они ушли в небытие, и вот вы остались с маленькими маленькими силами. Так вот, научитесь воспринимать волю с благодарностью Божию, потому что каждая ступень данная вам, какая бы она ни была, от кого бы она ни пришла, она покажет вам вашу слабую сторону. Обратите на и внимание. Ну а если ваш собрат постоянно приносит вам ступени для того, чтобы вы стали выше, тогда как же надо принимать такого собрата? Неужели вы сдвинете броды, что-то он в ступени носит ко мне постоянно? Супер. Можно, я же скоро головой солнце убрусь. Конечно, смешно будет, но... Да поэтому такого собрата вы будете ждать. В окошко глядят, ну когда же меня ступень-то принесут, что-то никто никак не ущипнет меня, что-то забыл уже. Вы видите, уже трудность воспринимается только вот такой реакцией. Ну а если вы на трудность реагируете с улыбкой, радостью, что туда можно прибавлять к вашей жизни? Да вы расцветете, вы будете постоянно улыбаться, у вас на устах будет постоянно песня, потому что вы просто правильно все понимаете. Нельзя повлиять насильно на судьбу своего ближнего, невозможно. Так и не требуйте, значит, какого-то изменения его жизни, которое он должен сделать и понять только сам. Вы должны научиться принимать всех такими, какие они есть. Такими сложными, какие они есть. Они прекрасны, эти сложные моменты, потому что это уроки необходимые вам. И это подбирается годами, еще раз повторяю вам, годами складываются разные ситуации, чтобы вес подвести к такому месту, чтобы дать вам возможность споткнуться, чтобы штакетник упал вам на голову. Это необходимо. И вот с другом сказать, ух ты, действительно, как-то я тут не туда пошел. Но так нужно просто правильное отношение. С другой стороны можно вскричать, да что такое штакетник, настроили здесь вечно тут сосед тут не умеет, ни руки, ничего нет, у него штакетник кривой. И вот он бьется головой от него и ругается. Вместо чтобы он улыбнулся, как хорошо, ага, тут ага, что-то я тут неправильно к нему отношусь, так ругаясь. И все, ну выправил, сам взял штакетник, то есть все нормально. И внутри он вырос, и уже появились крылья. Так вот этого и ждет от вас Отец. Когда вы учитесь правильно воспринимать реальность, вы начинаете с улыбкой, с переполненными радостью сердцем относиться друг к другу, улыбаясь, встречая друг другу, заботясь друг о друге, вот тогда начинает появляться ваша настоящая жизнь. Может, она прекрасна, эта жизнь. Значит, все сложности, которые сейчас есть, они ведь не рождены сами по себе эти сложности. Сложности вы создаете друг другу своими руками. Значит, это те сложности, благодаря которым вы способны стать сильнее. Так встречайте с улыбкой благодарность всех своих собратьев. Значит, в какую бы болевую ситуацию вы не впали, поверьте, в этом не виноват никто, что вам стало больно. Абсолютно никто не виноват. Виноваты вы сами, потому что болит там, где возник раковый нарост. Вот он и заболел. Ну, обратите на него внимание, соскребите его ножичками, и не будет этого нароста. Значит, болевого ощущения больше возникать в этом месте, по крайней мере, уже не будет. И вот, когда уже легко, легко и просто, по-детски, вы начинаете воспринимать происходящее событие, реальность, вы знаете, как здорово начинается жить. Вы становитесь счастливым просто о том, что вы живете, о том, что так прекрасен мир за своими трудностями, такими интересными событиями. Они интересны, они действительно веселые, эти все события. И горестных ситуаций нет. Вообще, понятия эти рождены идеологией сознания, но это сейчас непросто вам будет сразу вместить, но это у вас все перестроится, конечно же, со временем. Ко многим событиям вы будете относиться куда проще, чем относитесь сейчас. И помогая объяснять вам это таинство, я бы хотел, это тем более поможет вам не терять из видов своего учителя, потому что он-то идет своим ходом и ведет вас в свою страну, но время от времени уходя все больше, он все больше становится самим собой, а значит некоторые явления становятся как-то необычно в нем проявляющиеся. Если раньше они могли проявляться и вы часто реагировали с непониманием, вам некоторые из вас трудно воспринимали некоторые мои действия, это неестественно с меня срывались, то сейчас, чтобы вы умели понять меня вернее, то кто-то из вас скажет, вот у меня друг заболел рак, мне сказали, прекрасно, вы можете сконфузиться, как прекрасно так, что-то прекрасного, это чудесное явление, что он заболел раком, это поможет ему сменить свое понимание мира, потому что если он поменяет свое правильное отношение к миру, поверьте, раковая опухоль исчезает в течение нескольких дней без постороннего вмешательства, но нужно просто правильное ваше отношение к данной реальности, которое вызывает у вас какое-то сложное состояние, какие-то болевые ощущения, но плохих событий можно сказать нет, плохое событие это когда вы целенаправленно нарушаете волю Бога, вот это то, что вы разрушает вас самих, значит вы способны принести вред только самому себе, но никому другому, вред вы не принесете, что бы вы ни сделали, вред вы не принесете никому, вы можете способствовать падению, но это вовсе не означает, что вы заставляете падать, и вот когда вы естественно начинаете жить, исполняя волю Бога, вы всегда будете наносить удары друг другу, хотите вы того или нет, но вы будете задевать места только больные, поверьте, только больные места, и если ближний научится их видеть, он будет спасен, и поэтому если кто-то наносит такой удар, и вам становится больно, он вас спасает, этот брат ваш, только лишь спасает, он этого может не понимать, потому что он действовал каким-то своим принципием, которые ему казались, что он понятный ему, у него была своя цель, это не вас не должно интересовать, на самом деле он показал вам правильное движение, он показал вам, где нужно искать победу над своей сложностью, и тогда возникает это болевое ощущение, оно и показывает место, где у вас что не в порядке, и вот когда возникает такое родное болевое ощущение, которое вызывает в конечном итоге болезни в организме, эти болезни очень важный знак для человека, когда надо круто что-то менять, чем сложнее болезнь, тем круче нужно переосмысливать свою жизнь, то есть это как бы одна из последних стадий, за которую же следует смерть, и если в человеческом организме степень агрессии начинает превышать уровень допустимого, то чтобы не разразилась огромная катастрофа, этот организм выводится из жизни, природными законами, этот закон очень четко срабатывает, и человек умирает, но умирает не потому, что все плохо, нет, просто в данный момент его нужно удержать, его нужно просто спасти, для того, чтобы он не разрушил ничего вокруг и сам еще не погиб окончательно, поэтому, как правило, в таком роде смерть, которая приходит своими законами, не вашим собственным желанием, она всегда приходит правильно, она нормальна, она хороша, в этом случае, в этом ничего плохого нет, она только спасает данного человека, вы не имеете права нарушать эти законы, вы не имеете права никого лишать жизни и лишать себя, тем более также жизни, но если смерть приходит независимо от вашего пожелания, ваших стремлений, примите ее нормально, отнеситесь к этому как нормальному закону, спасающему человека, это очень важное явление, оно очень нужно вашему собрату, а как правило, ваша слеза, которая у вас наворачивается, это слеза о себе, когда вы говорите о том, что вы хотите, потому что вам не хочется, чтобы так было, но это прежде всего значит говорить о том, что вам хочется, чтобы было так, как вам это видимо, так, как вы считаете это правильным, и нарушение этого установленного вам правильного закона, мнимого правильного закона, оно вызывает определенное горестное расстройство, но смертей случайных нет на земле, нет, их видно задолго-долго до этого момента, и вот когда человек достойно начинает воспринимать жизнь, улыбка, только улыбка, может покрыть его лицем, его сердце, он начинает легко идти по жизни, потому что понимает, что если труден мир, то это говорит о том, что еще пока труден сам человек, но труден, он же так же и прекрасным остается, просто очень много сложного, но этого бояться нельзя, эти сложности, если они готовы к вам прийти, ждите их, они очень вам нужны, они случайно не приходят эти сложности, ну так и пускай приходят, пускай хоть весь мир ворвется в ваш дом и все разрушит, так ждите с радостью, с благодарностью, скажите внутренне, ну что ж, разрушить, ну ладно, построим новый мир, так они вы сами будете рушить этот старый мир, пусть он разрушится другими понятиями и законами, а вы будете созидать на месте разрушенного всегда, так вот, выправьте, выправьте свое отношение к реальности, которая вас окружает, поверьте, законы, которые вас окружают, как бы они сложны, ни были, вы знаете, какие они чудесные, но когда видится ваше сострадание, когда вы так сдвигаете бровь, вы горюете, вы начинаете суетиться, то если смотреть глазами истины, оно и такие смешные, но никак этого не объяснишь, не просто, у вас воспитание очень сложное, идеологическое, вы воспитывались годами, веками, складывались свои традиции, но не такие далекие от истины, как сразу это поменять, не просто, хотя частично этот вопрос понимали представители Вселенной и в некоторых законах Востока этот закон как бы пытался объясняться, хотя там есть свои недостатки, ибо там не учтен закон истинной ценности самого человека, поэтому там есть определенный недостаток, но это все разрешимо, сейчас время, когда можно все поставить на свои места и увидеть тельные недостатки, чтобы все это возвернуть, выправить и обрести гармоничный закон бытия на этой земле, и, конечно же, во всей Вселенной. Ну так вот, учитесь теперь радоваться, учитесь и пополните ваши слезы, горестные ваши алицы, это не есть критерий каких-то там благородных побуждений, состраданий, еще чего-то. Я же говорил вам, когда вы от ком-то переживаете и страдаете, вы никогда ему не помогаете, никогда. А раз так, то, значит, должен ли быть вообще пасмурный вид устремящегося помогать. Ну, не просто не должен быть. Грустное может быть состояние, но это грустное бывает творческое состояние, когда о грусти человек пишет, что там стихи и складывает особое творение, произведение, что, как правило, художники не часто бывает грустят. Но большинство этих художников были безверующими людьми, поэтому они страдали от того, чего на самом деле не было и заканчивалось все для них трагически. Так вот, вы, становясь на этой земле, становитесь, конечно же, более чувствительными. Становится более чувствительным весь мир сейчас. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но чувствительность повышается у вас у всех. Значит, если теперь не выправить правильное отношение к окружающей реальности, психика просто не выдержит. Человека от тех сложностей, которые в этот круг начинают складываться. И они начинают эти рушиться судьбы человеческие. И вот только лишь, конечно же, верующий человек, который способен настремиться во след освященного пути, двигаться согласно той истины, которая для него звучит, определяет его жизненный путь, только тот, кто приложит все свои усилия для выправления своего понимания отношения к окружающему миру, явлениям, законам, которые существуют в мироздании. Только тогда этот человек способен пройти этот путь достойно. Ведь те законы, которые он сказал, это то, на что вы сейчас должны призваны определить все свое внимание, чтобы встать нормально и потом уже не думая об этом законе начинать творить, приступить к творчеству. Ибо когда сердце ваше переполнено улыбками, вот тогда ваше творчество действительно обретает лучи солнечные. Иначе, в другом случае, произведение не несет солнечных лучей, оно несет определенную степень ваших страданий. А страдания о чем? О том, чего не существует. Ну, это просто неразумно, страдать о том, чего нет на самом деле. Ведь это только страдания о том, что создает, как я сказал, исключительно только голова человека. Но этого нет. Поэтому уже отношение к страданиям, как многие говорили, что через страдания человек очищается. Да, через страдания человек, как правило, приходит к истине. Но страдания такого рода, как претерпевать человека, это ненормальные страдания. Их просто не должно быть в нормальном обществе. Не должно быть. Их и не будет. Но трудности, которые складывают друг другу человек, он, как правило, этими трудностями подводит человека к жажде восприятия истины. Ведь какой бы дорогой вы ни шли, поверьте, вы, как правило, всегда приходите к истине. Очень редко судьба того иного вашего собрата может выпасть из этого бытия и уйти в мир небытия. Редко. Но, как правило, куда бы вы ни шли, вы обязательно приходите к истине. Почему говорят, что к религии, к вере приходят только через трудности жизни? Верно. Потому что, когда все хорошо, трудно задуматься об жизни. Значит, нужны какие-то сложности. И не начинает создаваться для того, чтобы вас спасти. Почему многие сейчас люди, как бы, уже пребывая, допустим, в местах заключения, обретают веру? Они искренне стараются постигать. И что можно сказать? Этот путь, который ввел его в тюрьму, он плохой? Нет. Он прекрасный путь. Он привел его к истине. Но, смотря с какой оценкой к этому подойти, ведь в свою очередь, когда он двигался к этой истине, он ведь не сотворил, никого разрушительного ничего не сделал. Он создавал соблазн. Но соблазн приносил в тот дом, в котором надо было встретить правильно эту трудность. И уже выбор стоял за тем человеком. «Но путь, какой бы он у вас ни был, как правило, он всегда ведет к истине». И, конечно же, торопить, почему здесь нет смысла, потому что разговор о том, как скоро вы что обретете, или медленно, это тот разговор, на который можно не обращать внимания. Ибо моя жизнь вечно, ваша тоже, как правило, должна быть вечной, вы имеете такую возможность. Ну, я подожду. Кто-то сейчас успеет, кто-то спустя век, тысяч лет. Какая разница? Вы все равно придете, куда бы вы ни пошли, в какую сторону бы вы ни пошли, начинаете ругать истину, поверьте, ничего плохого нет. А второе, что кто-то ругает истину. Нет. Просто он сейчас пойдет по тем местам, где ему поставят щелчки на голове. Но они ему необходимы. Я только под нашу, но ступену скажу, что такое, голова все болит. Как-то не так, наверное. И он начинает по-другому мыслить. И потом начинает приходить опять к истине. Я тут ему скажу, ну вот, здравствуй, наконец-то пришел. Ну, все хорошо, давай теперь делать дела. Побродил, ничего. И даже если человек идет по пути истины, и вдруг он выпадает, у вас правило, как правило, в себе начинается суета, что-то сделал, что-то неправильно сделал. Он как-то был верующим, отошел, наверное, что-то ему неправильно сделал. Не суетитесь. Ведь кто-то взял истину, и он способен, допустим, пройти с ней определенный участок времени. Но наступает ступень, за которую он не сможет пойти при естественном своем движении, в котором он пребывал. То есть ему не хватает чего-то, чтобы продолжить дальнейший путь. А для этого, чтобы это взять, чего-то, надо выйти на время. Да пусть выйдет. Немножко в соседнюю рощу сходит и опробует твердость стволов дерева, шлом. Он придет все равно. Но он просто немножко побродит там, поругается. Потом придет, так и не придется вам догонять его еще. Ведь он вернется, он просто подберет необходимое ему. Подберет и пойдет дальше. Поэтому нельзя торопиться сразу сетой. Когда кто-то куда-то направился, не в ту сторону, на ваш взгляд, вы начнете ругаться, ну что ж такое, как бы он не пропал, он, наверное, погибнет. Что мне делать для таким состоянием? Вы же под ногами у него крутитесь. Вы хотите ему помочь, а сам между ногами и так, и ляжете, бух, и подножку подставите и мучаетесь о нем. А он не знает, как от вас избавиться. Вот вы своей любовью вот так ему столько преград поставили. Так вот, у каждого у вас всегда складывается не особенным образом. Она исключительно. У каждого из вас. Вы же на ладони Бога находитесь все. Значит, каждым из вас кропотливо, терпеливо подбираются разного рода ситуации. Какого бы вы возраста ни были, поверьте, как только вы в состоянии сознательно воспринимать окружающую реальность, для вас особым образом подбираются тычки, удары, подарки. Особым образом для того, чтобы в каком-то направлении менять ваше мышление. И о вас будут заботиться до конца вашей жизни, пока вы существуете. Значит, нет такого человека, который остался без внимания. И когда вы чего-то не заметили, да не старайтесь сразу винить себя в том, что вы чего-то не сделали. Каждый из вас должен делать то, что вы в состоянии сделать в данный момент. И когда вы спрашиваете, как мне помочь, я только одно скажу, как можешь, так и помоги. Ну, зачем говорить о тех вариантах помощи, которые вам не посильны. А если вы в состоянии думать о какой-то помощи, это и есть та помощь, которую только вы и должны исполнить. Она и под этим придет к вам в голову, эта помощь, возможность оказать эту помощь. Поэтому делайте всегда посильнее. А чтобы определить свою правильность шагов, есть только одна подсказка. Правильность вашего шага определяется искренним отношением к данному выбору. если вы искренне стараетесь сделать шаг согласно золу своего сердца, а вместе с ним и пониманием истины, которую вы принимаете в свое сердце, истины Божьей, все, ваш шаг будет самый правильный в данный момент времени для вас исключительно, чтобы он не повлек. хотя и говорится, что по плодам оцениваете дерево, то, конечно, эта истина не имеет той полноты, когда надо во всем буквально стараться понять эту истину, потому что вы все дети Бога, вы все плоды одного прекрасного дерева, но почему же вы делаете столько много ошибок и горечи? Это же не значит, что такое дерево. Нет. Просто этот закон гораздо сложнее. И по внешним каким-то проявлениям вокруг, поверьте, вы не в состоянии дать истинную оценку того, что же на самом деле происходит. Просто не можете этого знать. Почему я однажды вам говорил, что однажды, двигаясь по пути, вы внезапно падая, ломаетесь на ногу, у вас единственный вывод, который возникает, это вывод, что вы сделали что-то неправильно. Единственный. Других нет у вас выводов. Но это вывод, конечно же, естественный вам. То, что возникает, это неплохо. Если еще раз это толкнет вас на более бдительное состояние, это неплохо, это хорошо. Но так что же на самом деле это может происходить? Ведь очень часто такие явления, они происходят у вас как наилучший переход тех или иных болевых ощущений, которые вы должны пережить. То есть порой у человека ждала смерть, но так как он прошел правильно то или иное испытание, поднявшись, он сумел пойти дальше, то так как болевое ощущение должно для него быть неизбежным, он должен его пережить, но переживет его на более легком переходе. Он сломает ногу вместо того, чтобы он умер. И получается, он сломал ногу, как здорово, и уж можно поздравить. он не умер. Мы просто можем поздравить, значит, ты можешь жить дальше, это же как здорово. А человек скажет, ну как что-то этот, и он еще больше начинает путаться в попытке рассуждать о своих предыдущих шагах. А так как он ошибку увидеть не может, вот эта маята, суета, она преследует его, и он еще больше начинает делать глупых ошибок. Успокойтесь, определяйте правильность своего собственного шага искренной оценкой этой правильности. Именно как вы это в состоянии определить. А когда вы говорите, ну как же мне узнать, какие неправильные дела, какие ошибки, вы знаете свои ошибки. Вы всегда знаете, какой шаг вы делаете неправильно. Вы его чувствуете всегда. Поверьте, вы тут не можете ошибиться, вы всегда чувствуете шаг, который вы можете делать неправильно. Если этого чувства не было А вы искренне сохраняли стремление сделать во благо Так, как вы считаете нужным Делайте так Так, как вы считаете нужным Это и есть самый правильный ваш шаг Даже если вы, сделав шаг, разрушили соседний мост Ну рухнул, ну ничего, построили новый Но это не значит, что рухнул мост Вы впали в горе, что-то и опять нагородил А сам не знаю, что нагородил Но так, как вы видите разрушенный мост Вы долгое время терзаете себя за свою какую-то якобы сделанную ошибку Хотя на самом деле нет Но вы-то мучаетесь А раз мучаетесь, можете ли вы в этом случае кому-то помочь Поэтому кто-то увидит вас, он расстроится Он скажет, ну как же от него можно ждать помощи Когда он сам так нуждается в помощи и утешении Так вот, будьте внимательными Внешними проявлениями Очень сложно дать истинную оценку вашего шага Очень сложно Поэтому если стараясь сделать правильный шаг Искренно Вы невольно что-то разрушили Успокойтесь, все произошло нормально Рухнул мост для того, чтобы потом по нему проезжая поезд не упал И вы спасли многих людей То есть вы же не знаете дальнейшего стечения Даже событий, что с этим связано Цепочки различных ситуаций, которые связаны с тем иным явлением Поэтому не торопитесь дать оценку событиям своим по каким-то внешним факторам И тем более бывает такое, что сделав шаг Вы видите, что от этого кто-то стал лучше как бы Ему стало лучше на душе То это тоже вовсе не означает, что вы сделали правильный шаг Если вы внутри себя сделали не искренний шаг То не прельщайтесь сладкими плодами этого шага Это была величайшая ваша ошибка Она повлечет в серию серьезных катастроф, трагедий Которые, конечно же, скажутся на вас Хотя у вас был прекрасный порыв оказать, казалось бы, помощь Но были не искренние внутренние решения То есть чувствуют, что надо было не сделать Но что-то себе доказали, решили сделать Вот полностью определить правильный шаг Можно только таким образом, которым сейчас я вам осветил Это искренняя ваша оценка вашего собственного шага Вот так вот и сделайте эти шаги И не суетитесь Не мечитесь из стороны в сторону Думая, как неправильно, может быть неправильно А как правильно, да как видите, так и правильно Так и делайте Потому что вы всегда сделаете только то, что от вас и ждется Не какой-то идеальный шаг, а только то, что вы должны будете сделать В данное время, в данных ситуациях И в соприкосновении с тем или иным человеком Это не будет случайностью Поэтому умея вот так делать шаги Вы должны уметь и принимать шаги своих ближних Что эти шаги ближних, какую бы боль вам не принесли Поверьте, они принесли вам ступени Поднимайтесь смелее на эти ступени Благодарите ситуацию, что она дала вам эти ступени С благодарностью принимайте эти трудности Смотрите не на их на как что-то, губящее вас А на как ступени И тогда улыбка вас будет встречать Каждую трудность, которая приходит в ваш дом Тогда сложно вас лишить многих сил Потому что у вас состояние будет всегда крепче Вы будете бодрее идти вперед Вы будете веселее Счастье больше будет заполнять ваше сердце Но с таким счастьем, с такими крыльями Да вы преодолете любые преграды Любые трудности Потому что это прекрасные ступени Они вам даны Так вот, живите с этими ступенями Смелее наступайте на них Радуйтесь больше И прослушайте вновь и вновь эти слова мои Чтобы с течением времени Я все больше мог замечать среди вас Такого веселого, легкого отношения к жизни Потому что она требует такого отношения Взрослые мучаются только потому, что думают о жизни И ищут методики, как преодолеть преграды А дети, они не думают об этом Они просто их преодолевают, эти преграды Легко в игре, в фантазиях, в воображении Они живут И трудности они не испытывают Им интересно жить А взрослые устают Но так они не так делают шаги Они слишком серьезные Серьезность это не есть критерий мудрости Будьте легкими Будьте воздушными Будьте крылатыми Любвеобильными Пусть сердце ваше смеется Больше смейтесь Хохочите Пой, пейте песни Все бы радость постоянно была у вас внутри Вот так садят цветы Иначе-то не будут цветы То у них кирпичные оголовки будут на этих цветах Так можно И ногу отбить Нечаянно Задев Такой цветок А вы собираетесь построить Город Вы стараетесь построить Общество Новое общество Но оно строится на улыбках Поэтому вновь и вновь Я вам как бы Еще напомню Некоторые таинства Сказанные вам раньше О том, что если Вносят в дом похорон Розу То, конечно же Она не стремится К сострадании К ближним Завянуть Стать какой-то Сострадающей Потому что Как только она Немножко завянет Для того, чтобы показать Что она вам сочувствует Ее тут же возьмут И выбросят в ведро И на ее место Поставят новый Благоуханный цветок Так вот Такое благоухание Должно быть у вас всегда Поверьте Что только благоуханием Вы наполняете ближних И помогаете им Но никак иначе Значит Будьте легкими Будьте наполненными Жизнерадостными Цените данную вам Ей жизнь Она величайшее таинство Это величайший дар Данный Богом Чтобы постигать счастье Поэтому ваша жизнь Это и есть счастье Счастье Исполнять волю Бога Ну так И будьте же счастливы Смейтесь Улыбайтесь Помогайте ближним Чтоб увидев Ваши улыбки Ваши сердец Они много Начинали переосмыслить Себе Потому что их ждут Большие щечки Им еще столько Предстоит все Перетерпеть Но пусть и не встречает В вас улыбку Иначе им сложно Будет найти опору Если ваши лица Ничем не отличаются От их лиц Так вот и наполняйтесь Радостью Великим счастьем Жизни С великими трудностями Какими бы они ни были То это прекрасно Что они к вам приходят И хочется еще Даже побольше создать Ведь вы же станете Намного сильнее Но это естественно И будет раскладываться Между всеми вами Каждому Своя ступенька Так вот Не хмурьтесь От трудностей Не торопитесь Судить своих ближних От того Что они не такие Как вы Но ведь это же Нелепо и глупо Они должны быть такими Какие они рождены были И такими Какими не должны стать Двигаясь по пути И познания Истины в жизни А не такими Как вы Пусть все происходит По воле Бога А не по вашим Желаниям Поэтому когда я говорю вам Вы можете мечтать Фантазировать Желаете Конечно же желаете Все построить прекрасное Это должно быть у вас Это толчок Который помогает Сделать что-то лучшее Но желая Помните Реальность Она ценнее Ваших желаний И если вы желаете На завтра Что-то обильное Большое То поверьте Реальность Которая Разрушит Ваши планы Она Спасет вас От ваших Чрезмерных Пожеланий Которые могут Привести вас Только к трудностям Поэтому даже Если вам кажется Что ваше На завтра Желание Будет построить Прекрасный замок Это было Ничем иным Как только Светлым пожеланием Да нет Ведь многих В этом устремлении Ждало То что Человек Мог попасть Под кирпич Под еще что-то И на этот момент Времени Он мог претерпеть Большие трудности Поэтому Реальность Немножко поменяет Все И у вас не удастся Завтра построить Замок Но чуть позже Вы построите Все равно Если он действительно Будет нужен Но каждый Новый день Он корректирует Ваше Ненормальное Устремление И помогает Вам Идти Лучше То есть Реальность Которая Возникает На завтрашний день Она Спасает вас Поверьте Спасает От многих Сложностей Которые Вы запланировали Себе Даже не зная О них Но наметив Ту или иную Светлую цель Ведь вы часто Увидев цель Светлую впереди Желаете идти Прямо к ней Не подозревая Что на пути Порой ждет Яма Как же уберечь вас От этой ямы Для этого Вам дают Подножку Раз и вы скатились Немножко в сторону Поднялись И опять пошли К цели Но вы уже пошли Другой тропой И в яму Уже не попали Значит это Само падение Оно просто Было необходимо Вам Но если Вы искренне Оценили свои шаги И считали Что вы делали правильно Вы не будете Суетиться Вот я наверное Опять что-то тут Нагородил Нет Вы встанете Улыбнетесь Прекрасно Вот спасибо За то что Была дана Такая сложность И опять И стремитесь Вперед Прославляя имя Бога Своими делами И так Все будет Отлично Поэтому каждый Новый день Принимайте себя С благодарностью И отталкивайтесь От него Мечтая О следующих днях Воображая О следующих Своих творениях Как вам Заблагорсуется На что вы Способны Но опять Наступающий день Пусть С благодарностью Вам Обопритесь На данную Вобреальность И опять Мечтайте Двигайтесь Вперед Вот так Все будет У вас Нормально Но если пожелание Будет выше Воли Бога Конечно будет больно Конечно будет тяжело И вот от этого У вас тут все Срывы Потому что вы говорите Ну почему Ко мне вот это приходит Ну почему Вот это ко мне приносит Ну почему Ну почему Ну зачем Я не могу Я устал Да потому что Нужно это вам И оно будет приходить До тех пор Пока вы не поменяете Своё отношение К этому явлению Поменяете Оно исчезнет Оно не будет докучать Потому что уже нет смысла Трогать эту сторону Она у вас стала сильнее Поэтому если возникает Трудность Не судите Эту трудность А посмотрите Что за дело у вас Эта трудность Что она у вас вызвала Поменяйте Своё отношение К этой трудности И боль Тут же исчезнет Тут же Потому что Её на самом деле Нет Её создавала голова Всё И так Эти проблемы И трудности Да они Не будут докучать вам Их нет И вы будете И вы будете видеть Только настоящие Преграды Которые возникают Перед вами Вы будете видеть Только труды Своих рук И творить 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 Пославляя имя Бога Но не суетясь В каких-то Сложных Суждениях О трудностях Всё здорово Всё очень здорово В этом мире идёт Мир так прекрасен И чудесен Как бы вам только Это рассказать Слов не хватает Какой чудный Со всеми этими Трудностями Зажигалками Хлопушками Да прекрасно Здорово всё идёт В мире Оно очень многим Поможет Разобраться Самим в себе Понять Кто они такие В этом мире На этой земле И как бы они Что-то сложное Не создавали Да никуда Нет Истине Не денутся Никуда Ну пусть пошагат Немножко Нащёлкают им Побольше Но они придут Они придут Чуть-чуть позже Придут Мы подлечимся Потом Заживим Их оторванные Воротники Уши Надёрганные Ничего Пошалят Никуда не Янется Придут Это они же Какими бы ни были Какими бы Блестящими предметами Не обвесили Свои груди Они шалуны Как были Так и остались Просто У них продолжается Игра Однажды Под грибочком Играли все Рычали С машинами Бегали С деревянными Пистолетами Ну сейчас Хочется С железным Походить Пистолетом Разница такая Ну раньше Сами себе Погоны Девали А тут друг другу Погоны Раздают Ну поиграют Ну пусть Поиграют Ничего страшного Тут нет Все равно Не придут К этой жизни Все равно Будут учиться Жить Никуда Нет истины Не уйдет А я А я Подожду Шалунов Они Все равно Будут Здесь Так что Творите Сейчас От вас Так много Зависит Все больше И больше Обращают Взор На вашу Жизнь Все ваши Ближние Собратья И этот Год Пусть Определяет Настоящее Ваше Бытие По настоящему Выстраивает Ваш Настоящий Внутренний Мир Прекрасный Чудный Ведь я же вам говорил Для того Чтобы стать Сейчас Верующим Вам предстоит Поменять Все Внутри И коренным Образом Поменять Ваш мир Ваше Внутреннее Ваше Видение Ваше Отношение Ваше Восприятие Чувства Все Все Мышление Это все Что надлежит Вам Изменить Внутри Почти В корне И вот Это изменение По настоящему Начинается С того Что я вам Сейчас Изменил Начинает Выправдяться Просто ваше Отношение К окружающей Реальности И от нее Начинается Складываться Все прекрасное Что должно Наполнять Ваш Внутренний Мир Но этот Путь Сложен Он потребует Многих Коррекций Многих Добавок Еще Многих Рассуждений Где не раз На эту тему Я буду давать Вам поправку Не раз Ибо уже Проезжая Я замечаю Простую истину Когда Часами Разговарив С вами На эту тему Вы тут же Следом Приходите На одиночные встречи И создаете Те же самые Вопросы Кого-то я совершенно Ничего не говорю Конечно Это улыбнуться Можно Но это Показывает Что оказывается На практике Не просто Вам послушать И услышать Потребуется Время Но остается Радоваться И надеяться Только на то Что Благодаря Техническому Уровню Развития В котором Вы сейчас Пребываете У вас есть Возможность Слушать Мое слово Вновь и вновь Хоть тысячу раз Если бы это было Раньше Давно-давно Путаница Была бы Конечно Сложно Запомнить Все что я вам Говорил Было бы Почти невозможно Все это Только один раз На слух Воспринималось И чтобы это Запечатлеть Это просто Было бы Невозможно Поэтому Говорилось Все очень Коротко Просто Простыми Притчами Которые Легко Запоминались И прочими Такими Короткими Суждениями Расковались Некоторые Таинства Но сейчас Немножко Другое Время Сейчас Корректировать Надо Все Значит Придется Сказать Очень много Много Разных Истин Слов Потратить На все Это И благодаря Тому Что у вас Есть Возможность Запечатлевать Это все У вас Благоприятнейшая Ситуация Вновь и вновь Прикасаться К данному Вам Обращению И конечно Понимание Придет То что Сейчас Не останется В голове При повторном Послушании Больше Запечатлится При третьем Еще больше Понимания Будет Останется Только Применить Это уже В жизни Но очень Скоро Я надеюсь Видеть Уже Среди вас Улыбки Но поверьте Каким Убого Небо Настолько Чудесно Сейчас Все С какими Сложностями Не приходили С какими Просьбами Пожеланиями Конечно Вы чудные Любви У вас Очень много У всех Просто Много Неправильно Воспринимается Поэтому Неправильная Реакция Создает Сложности Друг для Друга У вас Вот Вы Немножко Укалываете Иголками Чуть Чуть Сложностями